Значит, мы уже в эфире, Дима, там все включается, да? Включается. Сейчас подожигаемся, что у меня в рекомендациях. Появится. И пойдут сообщения. И пойдут сообщения. Так, появилось. Сейчас я туда захожу. Это что такое? Наверное, мой телефон, нет? Наверное. Возможно. Если я его включил. Так, ну вас видно. Судя по всему, слышно. Сообщение в чате потихонечку. Начинаемте. Да, человек пишет «Ура, я в Одессе, и мой лайк первый». Замечательно. Шаббат шалом. Мира и добра всем добрым людям. Мы начинаем наш очередной стрим. Шановные украинцы, еще и еще раз. Мы все гордимся вами. Весь мир смотрит на вас. Вы сейчас сражаетесь не только с ордой путинской, которая напала на вашу страну. Вы сейчас защищаете от этой дикой орды, по меньшей мере, Европу. Дай вам Бог успеха, здоровья, твердости, стойкости. Пару слов. Судя по сегодняшним сводкам официальным генштабом украинского, ну, скажем так, наступление противника выдыхается или просто выдохлось на основных операционных направлениях. Складывается что-то, конечно, ну, паузы это назвать нельзя, безусловно. Боевые действия продолжаются, но интенсивность резко упала. Попытки наступать фактически противник в настоящий момент не предпринимает. Каждый день и каждый час растет число сбитых самолетов противника. Буквально сегодня утром сводки было сказано про четыре. Полчаса назад еще один Су-25 благополучно долбанули на Черниговом. Сейчас вам, Дима, оператор наш, покажет, как выглядит Херсон, оккупированный якобы русскими войсками. Вы можете посмотреть, какие там флаги на улице, как там все просят Путина, как его там все любят. Вот это фотография Херсона, опять же, где-то, ну, час назад выложенная в официальном фейсбуке генштаба Украинской армии. Вот, собственно, такие дела. Я на прежнем месте, ночь была абсолютно спокойна, утро спокойное, ни одной воздушной тревоги не было. Вот, ну, а теперь наш гость, наш уважаемый гость, это у нас с вами Андрей Васильевич Красножон, доктор исторических наук, профессор, ректор Одесского педагогического университета. Несмотря на свои молодые годы, так я должен представить нашего уважаемого гостя, человек в городе известный. Он нашел, несмотря на то, что он сейчас активно занят оказанием помощи, а тем людям, которые готовят город к обороне, он нашел для нас время. Все, на этом я замолкаю. Андрей Васильевич, расскажите нам, пожалуйста, как там у нас в Одессе? Все ли уже приготовили встречать Путина, приготовили ли путинские флаги и лозунги «Путин веди?»? Слушаю вас. Добрый день, добрый день, Марк Семенович. Дорогие зрители, если YouTube позволяет, да, такую формулировку, зрители, наверное, да, все-таки там... Конечно, конечно. Ну, что тут можно сказать. Одессе в этом смысле повезло. На мой взгляд, география позволила, скажем так, не попасть, не оказаться, так сказать, в неожиданной для города ситуации. Прошел шок первых дней. Первые два дня были наиболее действительно нервные для города, потому что в обществе там прилетело, по-моему, шесть ракет, что-то такое по окрестностям. Тут одна грохнулась рядом с моим домом недалеко, значит, в двух километрах, в другом направлении, в трех с половиной. Ну, и, в общем, все знакомые друзья, ну, в зоне, вот что значит нюхать порох войны, потому что сразу по местности разнесся вот этот запах, ну, ветер привезет, взрывы, запах пороха, да. Ну, как будто вот в новогоднюю ночь вы петарды, значит, зажигаете, что-то вот с этим связано, вот с таким вот. Очень характерный запах, да. Очень характерный запах. То же самое было в центре города, и представьте себе, город мотается первые два дня, 24-го, 25-го, ну, а я проснулся от звонка своего сотрудника, потому что город спал, это классика. Вообще много иллюзий на 41-й год, но мы поговорим об этом, может, попозже. Проснулся от звонка, который, значит, сказал мне, что пора готовиться к эвакуации студентов, у нас есть, у нас было много иностранных студентов, мы за них несем ответственности. Первым делом, я живу на берегу, первым делом я вышел, я попросил 20 минут, так сказать, прийти в себя, ну, просто человек звонил, говорит, война началась. Ты открываешь сайт, то есть вчера были планы, вчера там у тебя были, значит, совещания до позднего вечера в университете, и в 6 утра тебе будет вот таким звонком, еще и в день рождения моего сына. Это вообще замечательно. И в результате первая реакция, горизонт, горизонт чист, ну, то есть наши корабли ходят, имеется в виду украинские, уже понятно, что тревога была, барражируют, видно, а ты ждешь чего там, ну, десантные, там, что там должно быть, атака с моря, да, ну, вот это вот успокоило, что горизонт чист. Ну, и летает, летает, бахкает, вот они по периметру города взяли, ну, там первый день было больше всего жертв, больше 20 человек, они накрыли военную часть в Подольске. Сразу скорые помощи, я так понимаю, что это не только раненые, это у людей, в основном, старшего возраста начались проблемы с сердцем, это однозначно, корвалол, валидол, все такое, и скорые, конечно, гасали туда-сюда вот первые два дня. Ну, и бензин, очередь и так далее. А потом третий день появляется такой оптимизм. Что меня удивило, вот у нас тут база ПВО стоит, стоит целая. А, ну, не то, что целая, удивило, что нет баррикад. Ну, обычно уже там на третий день стали появляться уличные баррикады на тех, ну, направлениях, которые, скажем так, властями считались серьезными. Ну, там террабарона, где базируется, там, значит, разного рода комендатуры, военкомат и так далее. Вот подъезд, собственно, к этой базе ПВО свободен оказался. Вот только сейчас мы знаем, что, оказывается, вывели они за ракеты, там С-300 стоял или С-400, вывели они за пределы вот этих основных точек дистокации. То есть это действительно правдивая информация, потому что совпадает с нашими ощущениями. Ракета туда упала, российская, но упала, покрутилась по земле, ее там, значит, носило еще. Может быть, не ее, но очевидцы говорят, что еще были соответствующие какие-то фейерверки. Вот. Так что ощущения серьезные, 21 век. Было неплохо. А потом все стало на свои места, и я почему начал с фразы о неожиданности, потому что Харьков, Киев, Чернигов, Сумы взяли на себя основной удар. И вот сейчас в Одессе сравнительно спокойно, по сравнению, сравнительно с тем, что в этих городах. И мы успели за эти 10 дней, конечно, превратить город в крепость. Первичные хаотичные баррикады превратились в нечто более серьезное и на подъездах к городу, и комендантский час, и патрули. И я знаю, что просто у меня, вообще, что уже было зафиксировано порядка 20 случаев применения оружия по, ну, разного рода, так сказать, товарищам, нарушавшим комендантский час. Слава богу, без жертв, но есть и случайно попавшие, и люди, которых, вот у меня друга там прикладом уложили просто в парке. И причем интересно, что он пошел, он журналист, он вышел из офиса погулять. У нас парк Шевченко над портом. Зона над портом сейчас вообще вся, так сказать, огорожена вне зоны доступа. Но вот к парку еще тогда можно было пройти, и его положил патруль, вывихнули плечо. Он встал, ну, представился, все понятно, объяснился. А потом их спрашивают, говорят, пацаны, а че это вы меня, вокруг же тоже вот люди ходят, а меня че, говорит, скрутили-то? Они объясняют, все спешат куда-то, значит, подняли варитники и бегут, а вы тут в вальяжно прогуливаете, словно что-то рассматриваете. Ну и, в общем, я к чему? Подозрительность высочайшая, и люди на взводе, военные правят городом. Назначена военная администрация из очень опытного боевого командира, офицера. Здесь стоит 28-я бригада у нас по периметру. В Затоке, многие россияне, может быть, знают до войны 14-го года Затоку как курорт. Во всяком случае, наши российские родственники частенько сюда приезжали в 90-е, в начале нулевых. Затока вчера подверглась авиационному обстрелу. В районе Беленького там какая-то база. Ну, в общем, периодически. Вчера было интересное, вот мы сидели, вчера была первая в истории Украины такая вот дуэль. Тут же, понимаете, тут же моряки. У моряков своя этика. Вот. И что с той стороны, как бы мы, так сказать, не думали о противнике. Что с этой? И вот вчера была совершенно интересная такая, впервые в истории вооруженных сил Украины операция. Они с надводного корабля, наши имеются, украинские силы, поразили самолет российский, который шел на Одессу. И это был старт именно с надводной позиции, так сказать, не с какой-то там базы ПВО и так далее, а вот именно корабельный пуск. Корабельный ПВО, да. Это произвело сильное впечатление, безусловно, на наших, на всех. Это вопрос о качестве украинской армии, да. Это произвело впечатление на противника, потому что после этого 30 минут была канонада над городом в центре стояла, они ответку дали. Ну, вода распространяет. Бой идет, понятное дело, не в таком, не в контактном формате, а эти снаряды там перекидывают друг к другу. Но в заливе в пределах там 150 километров звуки доносятся. Канонада доносятся, в тихую погоду доносятся. Андрей Васильевич, простите, я хочу понять, я не морской человек. Так стреляли корабли друг к другу? Да, российские корабли. Морской бой, морской бой. После того, как тот наш удачно запустил, там извините. Все, понятно. Они пытались их достать, ну, ответку сделать, но наши ушли в так называемую тень. Там есть специальное там значение. Ну и это... Извините, самолет так сбили после запуска эргенции? Да, сбили, да. Самолет сбили. На до детства уже по факту два самолета было сбито, но оба, похоже, грохнулись в воду. По-моему, одного... Нет, один, похоже, в рост с водой, а второго... Ну, была публикация вчера главнокомандующая на Фейсбуке, скорее всего, не в воду, потому что разгрузка пилота, оружие с фотографией. Может, пилот, я не знаю деталей. В общем, обломки какие-то там есть. В общем, такая... Ну и что эхо войны? Выходишь на берег, например, вот три дня подряд было, я помню, когда бои за Херсон, шли за переправу. Вот там, значит, все в канонаде, гул стоит, доносится до Одессы, и черный северо-западный ветер, черные клубы дыма, конечно, в горизонт, там стабильные такие. То есть, горело там что-то хорошо, я не знаю, что именно, но судя по сообщениям, горела, в основном, техника. Вот. Ну и, соответственно, город получил эти 10 дней на то, чтобы укрепиться. Чем, собственно, и занимается все гражданское население, способное держать лопаты, включая подростков, женщин, мужчин. Ну, я имею в виду, что пляжи сейчас заполняются песком. То есть, люди заполняют на пляжах песок, перегружают, это все, конечно, производит сильное впечатление. По всем основным спускам к пляжам, где у нас есть возможность технику завести, сейчас идет уже несколько дней подряд, это непрерывная работа. И город весь, так сказать, оброс вот этими баррикадами, мешками и довольно неплохими на подъездах укрепленными такими дотами. Спецпроверка очереди, то есть, ну, работала и ДРГ поначалу в городе, но одна, как минимум, была зафиксирована в первые два дня. Но сейчас уже сложнее, наверное, что-то сделать. Во всяком случае, более-менее готовы. Почему? Я, извините, Андрей Васильевич, простите, я буду прибывать по ходу. Всего лишь одна диверсионно-разведывательная группа, я думаю, что в Одессу они нашпиговали, как зайчика. Нет? Дело в том, что я говорю не о группах, у меня нет такой информации. Я говорю о случае, об одном случае, который связан, возможно, с одной группой. Вот, этот случай не афишировался в новостях, но было, было такое. Я не думаю, что Одесса нашпигована. Есть сочувствующие, многие люди просто сочувствовали в силу советских убеждений. Многие из них являются и родственниками, и знакомыми, и соседями, и друзьями, но как только это все произошло, конечно, Российская Федерация умудрилась испортить впечатление окончательно о себе. То есть, это надо же русскоязычный город, который ассоциирует себя, в центре которого стоит памятник императрице Екатерине II. В центре которой стоит памятник императрице Екатерине II. И двум губернаторам Новороссийского края. Воронцову Михаилу Семеновичу и Ришелье, да, Арман де Плюси. Ну, ребята, то есть, который говорит, здесь даже правый сектор говорил по-русски, до недорусски. Здесь был такой Максим Чайка, например, я помню. Ну, то есть, его там уже много лет назад, там был конфликт, его убили в центре города. Потом был русскоязычный, например. Ну, сейчас понятно больше украинского языка, но, тем не менее, это во многом демонстрация определенного протеста уже, чем, скажем так, признак появления натуральных носителей, да. То есть, город русскоязычный, живет себе нормальной жизнью, международной, абсолютно адекватной в этом отношении. И пускать ракеты, значит, над ним, я не знаю, и пугать его вот этой вот непонятно чем, это надо было сильно, конечно, просчитаться. На мой взгляд, конечно, консультанты там были не ахти с той стороны. Андрей Васильевич, несколько таких стандартных вопросов. Свет, вода, канализация, аптека, сотовая связь, интернет. Какая ситуация? Свет, сотовая связь, все есть, топливо на заправках есть, продукты есть, определенное количество продуктов, наверное, определенный сегмент товаров, все-таки, наверное, более, ну, не знаю, там даже кожаные с тортами или там салаты в кулинарии, все имеется в разнообразии. Ну, может, там, я не знаю, крупы какие-то, я сегодня заходил с утра в магазин, там, крупы какие-то и дорогие виды колбас там не смели еще. Сейчас нам самый главный вопрос задаю. Валидол в аптеке есть? Первые несколько дней не было, не валидола. Не было валидола. Ага. А сейчас все хорошо, сейчас валидол есть, но он уже не нужен, все уже привыкли, а кто не привык, уже давно уехал. Понятно, понятно. С этим ясно. Вы знаете, алкоголь, пиво запрещен к продаже. Запрещен к продаже. Что происходит на Николае? Ну, Херсон, ну, к слову говоря, все-таки, как понимать вот эту всю ситуацию с Херсоном? А путинские его что, обошли? Вошли? Ну, все эти анекдоты, вы взяли Херсон? Нет, ну, пока только взяли Херта. Что произошло все-таки? Ну, я не владею. Да, я же не владею оперативной обстановкой. Это все вопрос каких-то слухов, каких-то разговоров, в общем-то, новостей. И звонков с теми, кто находится по городам. Ну, я совершенно точно могу сказать, конечно, что в российском формате, ну, скажем так, идеологическом, да, любая война, она должна иметь идеологическую подоплеку. Вот Херсон, Николаев, Одесса – это три города, основанные императрицей Екатериной II, да, в результате русско-турецких войн, значит, в конеце снастов. То есть, их надо освобождать в логике, скажем так, того инструктажа, который получали эти солдаты, или, как я думаю, получали эти солдаты, шедшие по этому направлению. Что касается Киева и Харькова, это две бывшие столицы, и, соответственно, их надо взять и в одном из этих городов объявить одну из республик. Что, собственно, сделал нелюбимый Владимир Владимировичем Владимир Ильич в Харькове, да, вы знаете, что, значит, до 1934 года это была столица Украинской Советской Социалистической Республики. В пику Украинской Народной Республики сделано, значит, сделано Грушевским в этом самом. В Киеве, в Киеве. В Киеве, в Киеве, в Киеве. В Киеве, в Киеве, в Киеве. В Киеве. Почему это сейчас отдельный вопрос, потому что, ну, это примерно в сторону Вознесенска, это, если кто понимает карту, это в обход, это начало кольца. В обход, начало кольца, да, большой охват Одессы. Большой охват Одессы, да. И именно благодаря тому, что Херсон, переправа в районе Каховки, Николаев, Мариуполь, тот же самый, вот так долго держались, вот, собственно, Одесса и до сих пор не в этом кольце. И, конечно же, в Херсоне эти украинские флаги, это то, что вот показывают сейчас, то есть что пугает? Пугает несоответствие к агентивным сенатам. Тебе говорят, что там тупые хохлы, например, да, сейчас все сдадутся, там, помните, там образ хохла повара, они сражались за Родину, по-моему, там Шукшин, да, с этим общается в фильме, шо будем есть, борщику сегодня, вот такое вот должно быть, что-то такое жадное, трусоватое, такое, надолухое. Они сами пересмотрели, собственно, телевизор, по-моему, да, а тут выскакивает совсем другая картинка в реальности. И народ не идет, не идет навстречу этому, получается, захватчику и говорит, идите домой, в Херсоне, по-русски говорят. То есть у людей, конечно, я имею в виду солдат, возникает когнитивный диссонанс. То есть это еще совсем не Львов, это русские, русскоязычные, новороссийские города и против освободителей. От кого вы нас освобождаете, да? Вот. Поэтому, конечно, это в какой-то степени однозначно деморализует и требует... То есть нет вот этого образа расчеловечивания. Вроде как ты пришел освобождать, а народ говорит, иди к черту, да? Вот. Так что вот такие вот пироги, я думаю, что... Андрей Васильевич, поскольку весь интернет и даже уже улицы, городов, борды висят, надписи на стенах и некому русскому кораблю вилят идти нахуй. Я хочу только одну вещь понять. Вот защитники Остова Змеинова, которые послали русский корабль в первые минуты нападения, их судьба какова? Я не следил за их судьбой, потому что я недоступен, у меня нет доступа к информации, я не могу прокомментировать это с культурологической точки зрения. Слушайте, они точно герои Украины, потому что это очень хороший мотиватор. Второе, это очень одесский поступок. Это как матрос с гитарой, вот этот образ советского, значит, одессита в 41-м, который идет на передовую, весело идет, да, там, с гитарой. Знаете, вот эти вот, значит, такие того времени. Вот это вот абсолютно, да, да, в тельняшке он должен быть расхрыстанный, значит, и примерно там с девушкой прощается, вот такой вот образ, да. А на трамвае едет на передовую, вот что создано. Это одесский погранотряд, все понятно, там 13 человек. Я был на Змеином, я знаю условия этого, значит, этого острова. Это пятачок в море, там сложно. Там начальник маяка, мы туда приехали в свое время со съемочной группой, там остров Ахилла. Это знаменитый остров, между прочим, памятник археологии, где стоял храм Ахилла и бомбить его через... Ничего себе! Ну, конечно. Это от греческой колонизации? Да, по Гомеру там был похоронен герой Ахилл, погибший. Фетида подняла его со дна морского, это белый остров Левки, на котором нашла душа пристанища, душа ее сына Ахилла. Товарищи, это серьезная вообще штука. Там стал храм, там огромное количество, это международное греческое святилище. Святилище, которое было экстерриториально и эксполитизировано. Это святое место с точки зрения, так сказать, археологической, там, я не знаю, мировой культуры и так далее. И гасить по нему какими-то снарядами, это портит культурный слой, пардон. Значит, ладно, ну бог с ним. Ясно. Андрей Васильевич, вы сейчас как профессионал, да, углубительство в гречесах. Вот парни взяли и послали. Ну вот я многим объясню сухопутным, то есть нам, может быть, одесситам это понятнее, что на самом деле, почему он его послал. То есть вы должны понять одну вещь. Корабль, судно, морское, я не знаю, передвигающееся плавсредство не дает подобного рода позывных. По нормам позывной должен быть такой, там, я адмирал, там, Нахимов, прием, как слышно. Я там шлюпка, значит, Иван Петрович Пупкин, значит, как слышно прием. Позывной, я русский военный корабль, хотя он был дан, как мы сейчас все прекрасно знаем, с крейсером «Москва». Означается, человек, который подавал этот позывной, значит, либо не моряк, либо моряк, который стесняется собственного поступка. Гордого имени своего корабля, боится. Гордого имени своего корабля. Поэтому он был послан в том самом направлении, что не является там в случае грубости, что является, что, пардон, ребята, то есть, выражаясь, перевожу на русский язык. Да, мы не понимаем, кто вы такие, парни, что это русский военный корабль, да, что это за единица измерения, что это за вызывное, что это за название. Ну, вот и все. Ну, и не говоря уже о том, что... То есть, вот это, вот, ну, мне-то кажется, это первая мать. А вторая, конечно, ну, что это такое? Стесняется собственных действий, понимаете? И, конечно, была большая радость, вышла потом... Сейчас на 90-м, может быть, на 80% можно полагать, что, видимо, они живы. В всяком случае, есть, ну, сообщение Госпогранслужбы, что, скорее всего, они живы. Но в эфирах никто пока не показывал. Ну, слушайте, живы, слава богу, так они будут не посмертно героями Украины, а пожизненно, прижизненно награждены. Они уже прижизненные герои, потому что это слово стало мемом и, как ни странно, символом сопротивления. Андрей Васильевич, я хочу есть, ну, все-таки небеспредельно внимание наших слушателей. Я хочу вот какой вопрос. Поскольку большая часть... Ну, статистика, кстати, дорогие гости канала. Статистика нашей последней недели такая. 20% просмотров идет из Украины. Это уменьшение. Было обычно где-то 29-28. Но, понятно, украинцам сейчас есть что смотреть, кроме канала «Историка Солонина». Ну, где-то по-прежнему 35% показывает, что Россия. Но, скорее всего, большое количество зрителей из России смотрят через эти ВПН. То есть, Ютуб их фиксирует, как зашедших из других стран. Поэтому большая часть нас слушает, все-таки, я думаю, жителей России. Так вот, в рамках путинской... Это уже нельзя называть слово «пропаганда». Это зомбирование. Это, я не знаю, может быть, когда этот режим рухнет, мы не осознаем, что у них там было. 25-й кадр. Воду, я не знаю, воду водопроводную, что-то им добавляли. Но зомбирование и безумие, которое выплескивает нынешняя русская какая-то часть российского населения, ошеломляет. Ну, понимаете, в Фейсбуках пишут, что вы делаете, нацисты. Я вот знаю, вот я точно знаю, по телевизору говорили, по Киеву ходят нацисты и бьют, заходят в дома, и в квартиры бьют молотками людей, которые говорят по-русски. Ребята, я всех своих киевских друзей бью виртуальным, конечно, виртуальным молотком, говорю, ну, будь ласка, говорите украинскую. Но я хочу послушать украинскую речь. Не надо для меня подстраиваться, говорите украинскую. Нет, нам так удобнее. Так вот, значит, есть два таких центральных пункта этого бреда, этого тяжелого патологического бреда. Один, ну, один, это мы с вами говорили, что якобы украинские войска восемь лет обстреливали. Об этом мы говорили, о том, что это такое, откуда это берется. И второй такой, второй фундаментальный момент, очень скотский, потому что используются образы трагические, трагические истории Великой Отечественной Второй Мировой войны. Хатынь, это, значит, Одесская Хатынь. 2 мая 2014 года нацики согнали по всему городу, собрали русскоязычных людей, их подожгли. Андрей Васильевич, насколько я... Ну, во-первых, я это все видел в прямом эфире, так случилось. Ну, так случилось 2 мая, я просто приболел, лежал в СУРЗ, и все это наблюдал в прямом эфире с самого часу дня, когда вот эта банда, вот эта пророссийская банда, с топорами на моих глазах, с топорами, дубинками, некоторые с огнестрелом стали собираться, но лучшим использованием Андрея Васильевича я смотрел в телевизоре, он смотрел и, возможно, знает это более подробно. Поясните для, прежде всего, конечно, российского зрителя, что там у вас 2 мая было? Ну, я тоже не был на месте, я был в Одессе, но я занимался научной статьей, и в тот момент, значит, когда, значит, меня туда приглашали, еще не было жертв, еще не было... Просто это был митинг, я говорю, да и, слушайте, не отвлекайте там, и так далее, и так подобное. Потом это начало разрастаться... Да, вот отличие, вы правильно подчеркнули, что все в режиме реального времени транслировалось. Сережа Дибров, мой хороший приятель, находился там от и до, и другие стримы они вели, вот он и другие стримы, они потом легли в основу, так сказать, восстановления событий, показаний и тому подобное. Я им даже этой группе 2 мая, а в нее, подчеркиваю, входили люди намеренно, это, ну, менты... Позиция была. Менты не захотели этим заниматься, сняли все улики на второй же день, по той причине, что, скорее всего, начальство, оно и было задействовано. Эти красные повязки на милиции... Ну, конечно, это же видно было, да. Да, которые вы сегодня видите, эти же красные повязки на других частях, входящих в Украину, очевидные вещи, да. Так вот, в группу 2 мая входили люди намеренно, журналисты, значит, намеренно собранные из разных, скажем так, лагерей. Например, с одной стороны, это Юрий Ткачев. Юрий Ткачев, ярый пропагандист русского мира, он там марксист по убеждению, по-моему, историк и так далее. Мы все друг друга знаем здесь, или знали. Многие из них историки, да. Значит, потом, с другой стороны, например, тот же Сережа Дибров, Господи, Светлана Подпала и так далее. То есть, как бы проукраинская сторона. Но вот группа выработала потом хронологию событий, безоценочную хронологию событий специально, и подписались все участники этой группы, в том числе и пророссийские, в том числе и проукраинские. Но они все одесситы. Потому что всем было интересно искренне. Ну, каждый искренне заблуждается, да, в своих каких-то направлениях. Но вот всем хотелось выяснить, что произошло. А вот почему это произошло, это уже вопрос к историкам, возможно, или к следователям. Но вот что произошло, они ответили точно. Вот что произошло, это самое главное, что я хочу от вас услышать. И произошло очень простая вещь. 200 человек, действительно, вот этих с топорами и так далее, которые не готовы были к сопротивлению, потому что одни из них, имея бронежилет, там был где-то такой рыцарь, если вы помните, его убили. Как же его там звали, забыл. Антон Васильевич, вас слушают люди, которые не понимают ничего. Что за 200 человек? Откуда? За кого? Отчего? Есть человек пророссийского направления, там, радикального пророссийского направления, возглавляемого, ну, такими довольно агрессивными товарищами. Один из них был потом осужден, и сейчас находится в России по обмену. Второй из организаторов погиб от удушья в тот же день, вечером уже в доме профсюзов, заняв оборону. Многие из них уехали. В общем, там было радикальное крыло, и традиционно в Одессе существовала такая народная забава, это бить фанатов, значит, футбольных фанатов. Да, как правило, это все формируется вокруг национальных интересов или разных клубов. Но эти уличные драки, как бы какое-то время даже я их застал, там, я не знаю, приезжают киевские, значит, одессит и черноморец должен отмутузить, пока те идут от стадиона, значит, нескольких кварталов к вокзалу. Ну и наоборот. Соответственно, в тот день был матч. Значит, приехало много харьковских болельщиков, потому что играла харьковская команда. Харьковские болельщики – это ультрас. Значит, чтобы погонять этих болельщиков, выходит тусовка 200 человек. Потому что там был еще, да, параллельно в Одессе шла уже несколько месяцев подряд вот эта вот мирная хода. Туда-сюда ходили разные колонны, то, значит, в пользу России, то в пользу Украины, не пересекаясь. Это все было очень по-одесски, потому что очень сложно ненавидеть самого себя или своих друзей долгое время. Да, все друг друга знают. Поэтому даже предводители этих колонн, они даже согласовывали разные маршруты, чтобы не было, не дай бог, провокаций, стычек. В общем, не удавалось никак эту Одессу поссорить друг с другом. Отдельная тусовка находилась в лагере так называемой самообороны Одессы. Вот эти вот со счетами, такие радикальные товарищи на Куликовом поле. Им даже заплатили, значит, денег. Один из, так сказать, чиновников. Это все хорошо известно. И эта самооборона взяла и съехала из центра города, значит, на окраину. Вот та тусовка из 200 человек, которая пошла в результате 2 мая, она очень сильно обиделась. Боровая российская тусовка, он так. Да, она очень обиделась, что с ними не поделились. А мы почему? Ну, тогда мы, значит, сотворим-натворим. Я думаю, там целый комплекс и ряд причин, в том числе и ненависть к Украине, и ненависть к болельщикам, и ультрас, и опыт давний, многолетний, постоянных побед наших над ненашими, то есть всегда одесские фанаты мочились, значит, не одесских, или там профси, значит, ну и так далее. В общем, там не буду вдаваться в дебри. Недооценка противника. И к тому времени уже была и самооборона в Одессе более-менее сбитая, и эти болельщики начали подтягиваться на площадь, потому что все началось в районе Дерибасовской, угол Преображенской. Вы знаете, кто был в Одессе, эти места, они хорошо зафиксированы. Там для маневров поле очень слабое, там в центре площади Греческой стоит так называемое круглое здание, круглый дом. В общем, этих парней зажали, вот этих вот 200 человек. Начали забрасывать камнями. Андрей Васильевич, простите, я своими глазами на экране телевизора видел, что вот эти 200 человек с повязками, с топорами, всякими приятными вещами, и вокруг них менты, и менты с такими же красными повязками. И менты с такими же красными повязками. Совершенно верно. У меня создалось впечатление, что менты буквально их прикрывали вооруженной своей силой. Да, в те годы у нас 90% одесская полиция, это, конечно, полиция пророссийская. Я же называл вопрос нашим, а почему? Ну, или просоветская, давайте так выразимся. Потому что Россия, ни у кого нет сейчас реальных, адекватных представлений. Просоветская, очень хороший термин, да. Все думают категориями. Я у своих там знакомых спрашивал из силовых органов в свое время. Слушай, говорю, а что такая вот такой высокий процент среди силовиков? Ну, как же отвечают, значит. Мы же тут, вот там в России, говорит, мент это настоящий чувак. Он может взять дубинку, отмотузить, и ему ничего не будет. А мы тут бесправные рабы. Там слово, говорит, матное скажешь, уже, значит, куча этих самых выговоров, рапортов, представлений. В общем, короче говоря, хотят, значит. Они любят, когда им силу дает начальство. Ну, там что-то вот такое, голопрофессиональное. Конечно, при этом симпатии наверняка будут к путинской, так сказать, полицейской системе. Это понятно в этом отношении. Там воля. Еще бы. Еще бы. Ну, и вот в результате первый выстрел. Я очень хорошо помню это свое ощущение, потому что мы знали ситуацию, следили за динамикой, за этой вялотекущей, несостоявшейся русской весной. Никак она не могла родиться здесь. Никак не могли эти маргиналы, это маргиналы были, собрать то ли съезд, то ли партию. Вся эта тусовка, которая здесь говорит на русском языке, в первую очередь, думает о своем бизнесе, депутатской. Все это не голосуется, все это никак не идет, все это никак не это самое. Ну, нужен был накал. И я не могу сказать, был план, не было плана, но в всяком случае, или там группа подскока работала. Значит, на донецкой машине привезли автоматы, этот боцман знаменитый, значит, который сделал выстрел. Вот он убил первого. Первая жертва, это Иванов, человек с украинским флагом. Боцман просто, я так понимаю, выстрелил именно во флаг. Плюс Иванов, он был довольно активным, был там лидером в этом деле. Он, наверное, на виду, так сказать. И вот его первого застрелили на Дерибасовской улице. Второй там был. Секундочку, поясняю для публики. Приехали донецкие, пророссийские, привезли вот этого самого. Нет, это был автобус с донецкими номерами, но люди в нем сидели одесситы. Одесситы, ну, понятно, но это были люди настроенные против Украины, пророссийские. Вот первый выстрел произвели они, по-моему, они стреляли с Айги. С Айга была, совершенно верно. Там было много оружия, и только через час после первой смерти, значит, люди подоставали свое оружие с украинской стороны и пошли выстрелы в обратную сторону. И тогда начались смерти уже с этой стороны, явно не готовых к такому отпору посторонних этой вот, ну, из числа 200 человек. Убивали, в том числе были ранения и милиции, понятное дело, и так далее, и журналистов. После этого, я помню прекрасно себя, я смотрел это в прямом эфире, и я сразу же, как только это произошло, я сказал, ну, все, хана лагерю на Куликовом поле. И действительно, они прямо в прямом эфире разворачиваются и говорят, так там кто-то говорит, так там же Куликово поле, они там эти сепары, там Куликово поле, все такое, давайте там, пойдем туда. 45 минут. Кто знает, от греческой пешком до Куликового поля перейтся километр 3, значит, по прямой. То есть, ни отцепления милицейского, ни пожарок, ничего туда, значит, прислано не было. То есть, люди зашли... Андрей Васильевич, уважаемый, еще раз, надо пояснять, вы говорите людям, которые не поняли, значит, в центре города, вот эта греческая площадь, происходит побоище. Это побоище привело к человеческим жертвам, четверо погибших, если я не путаю, и в конце концов закончилось тем, что пророссийские боевики, ну, люди с топорами, если они на улице, это называется боевики. Пророссийские боевики были, так сказать, ну, разгромлены, оттеснены, по-моему, они какое-то забежали в здание, их там менты в этом здании окружали. Параллельно с этим, параллельно с этим, в другом месте города, вот как вы говорите, там 3 километра, в другом месте города, вот на площади перед этим самым домом профсоюзов, дальше я уже у вас спрашиваю, правильно я говорю, там был такой постоянный, палаточный лагерь сторонников русского мира. Вот так, они там давно были, они там постоянно, была у них такая, ну, легальная, публичная площадка. Сели там месяца 3, никто их не трогал, частично повторяя, этот лагерь в массе своей, уже давно съехал на окраину города, оставались в моргинах. Важно не это, у них была там рассылка, смс-ками там, значит, они разослали, собирайтесь срочно, идет война народная, там, на защиту лаги. Священная война. Идет разъяренная толпа, а эти тут готовятся к обороне. Они выламывают двери вот в этом замечательном доме профсоюзов. Это капитальное послевоенное сооружение, сталинского такого типа, бывшего. И баррикадируется, заносит туда самое необходимое, размещает в холле. Сейчас это понятно. Они, это сторонники русского мира, которые тусовались на Куликовом поле. Они выламывают двери дома профсоюзов, и в нем хотят сделать опорный пункт. Так. Опорный пункт, забаррикадировались, там был единственный сторож, они забаррикадировались под донами деревянными, на которых стояли их палатки. А в холл, в просторный холл, занесли 80 литров бензина общей сложностью и дизель-генератор. Это самое дорогое, что им, видимо, в лагере, значит, казалось, потому что это очень дорогая штука, 15 тысяч долларов стоит этот дизель-генератор, плюс запасы топлива к нему. И поставили, значит, в дальнюю часть. А, вот откуда взялось горючее в холле. Это был просто запасы бензина, там, или дизельки для дизель-генератора. Там было три или четыре канистры, порядка там 80 литров там посчитали. И когда сверху, первым делом, все видели картинку, первым делом люди бросились на эти пустые палатки, трощили их, разгранили, и все. И после этого можно было валить домой, и, я не знаю, там, делать все, что угодно. надо же, конечно же, проявить свою, я не знаю, что это называется, как это, или провокаторы, или это, или это не провокаторы, там уж разное. Кто-то бросил коктейль Молотова, значит, с крыши Дома профсоюзов, и начинается, толпа разворачивается, и начинается штурм этого Дома профсоюзов. Более того, оттуда развивалась стрельба, стрельба шла в ответную сторону со стороны проукраинских сил. Естественно, коктейлями Молотова забросали входную композицию, представленную из четырех тонн в общей сложности деревянных материалов, поддонов и вся эта дребеденья, да, и это запылало. Для того, чтобы грохнуло 80 литров бензина вместе с этим генератором, много, как оказалось, не нужно. То есть, они все заняли уже эти пролеты, это вспыхнуло, и, конечно же, волна выжигала вот эти там в общей сложности 48 человек. Частично люди сгорели, защитники, которые перемещались по центральной лестнице, основное количество жертв было там, потому что там порядка 140 человек спрятались в отдельных этих самых, в зал, в зал. В комнатах, в комнатах. это коммунист Албе, вот он их вывел, этих людей, потом после штурма, и он один из организаторов этого всего дела, в общем, трусливо поднимая руки, и потом, в общем-то, никто их не бил, но говорили, ребят, что же вы наделали, то есть, зачем ты завел людей, в общем, все там, цепь таких вот, ну, как авиакатастрофа, да, это всегда, она имеет, любая авиакатастрофа, цепь различного рода причин, а не одну конкретную причину, цепь именно, да, вот здесь то же самое, иное дело, что кто-то мог на каком-то этапе вклиниться в эту цепь, и сделать нечто, что усугубило ситуацию, ну, одно из таких вклинивающихся событий, на мой взгляд, это не приезд, намеренный не приезд пожарной, пожарных частей, пожарной команды, вопрос не в тушении, вопрос в пожарных лестницах, кто одессит, тот знает, эта пожарка находится в пяти минутах езды от Куликова-Коля, то есть, это не то, что видно и слышно, ну, есть саботаж прямой, вот зафиксированный в интернете, как тетушка там, на телефоне говорит, ой, а надо, не надо, начальник МЧС, это пророссийский тогда, значит, сын пророссийского политика, Баделан, который бежал в Петербург, после этого, ну, я, это мое субъективное, глубоко ошибочное мнение, но я, вот, ошибаюсь, видимо, предполагаю, что именно, что он получил какую-то команду, не слать эти машины, мои друзья говорят, что он боялся якобы порчи имущества, потому что одну пожарку там уже протестующие на Греческой площади растоптали, ну, так себе оправдание, в результате эти люди начали прыгать из окон, то есть часть жертв, часть жертв, это сгоревшие и от удушья погибшие с этими газами, а часть, это люди, которые начали выбрасываться, и, конечно, там были травмы несовместимые с жизнью, и, конечно, тут уже после этого, это зафиксировано, и в воспоминаниях обеих сторон, какие там нацисты, там эти бандеровцы начали, так называемые, в кавычки, начали вытаскивать людей, спасать, не было ни одного... Это видно на огромном количестве видео, снятых людьми на собственный смартфон, их вытаскивали, там становили какие-то живые какие-то эти пирамиды, как сказать, лестницы снимали, и так далее. Да, 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 и там один, я уж не помню, там фильм в сети есть, все это есть, там один из пророссийской стороны, выпрыгнувший из окна, вспоминал, что он когда грохнулся над ним на асфальт, над ним склонился какой-то, значит, ну, пацан, там, молодой человек, взял его там, значит, на плечи, или как, или под руки, и повел в сторону, потому что с керпу падали другие люди, и сказал ему во время этой процедуры, так сказать, эвакуации, запомни, значит, вот тебя спас бандеровец, ну, то есть, где же, так сказать, где же это... Ну, вот, прецедент был дан, после этого осталось эту карту разыграть, пропаганде, конечно, вот ее и разыграли, сколько на этой пропаганде поехало после этого людей на Донбасс, можно лишь гадать, вот, те люди, которые на этом сделали, а это очень для пропаганды картинка, ну, так сказать, не хочу, какие слова какие-то высокопарные подбирать, но очень продуктивная, скажем так, вот, она была использована, что еще надо, обгоревшие, трупы, Катынь, пророссийские, ну, вот, жалко лишь людей, которые просто там погибли, и многих мы знали, это были и студенты нашего, ну, не нашего ИСТФАКа, там, ИСТФАК, государственного университета, сыновья наших коллег даже, ну, в общем, в одесском смысле это воспринимается даже среди, среди, ну, я бы так сказал, разнополярного населения, воспринимается совсем не так, как в российском телевизоре. Это понятно. Значит, во-первых, я хочу уточнить несколько фактов, не осуждений, а фактов. Значит, руководитель, у меня фамилия не могу запомнить, она немножко не такая, руководитель ментов сбежал тут же в Приднестровье, вы понимаете, о ком я говорю? Да, он сбежал сразу, и вот этот начальник пожарной МЧС тоже благополучно убежал в Россию, правильно понимаю? А теперь я хочу уточнить для себя и тем более для слушателей хронологию. Побоище, вот то побоище на греческой площади, это примерно, если я не путаю, но час, два, три часа дня, да? Нет, это час, скорее. Час дня, час дня. Может быть, два, после обеда. Час-два. Теперь смотрите, когда начало гореть, мы все эти фотографии видели, было уже на улице, ну не то чтобы темно, но уже темнело, очевидно темнело. Май месяц, южный город, темнело это где-то 7-8 часов вечера. Так, да? Да. Что же помешало, ну если там на этом вот лагере Куликовом поле были люди, то есть если они хотели уйти, просто уйти домой, потому что говорят, женщин загнали, женщин безоружных сожгли, если там были женщины, у них было в распоряжении, ну 3-4-5 часов, чтобы мелким-мелким медленным шагом просто уйти домой. Побоище же было слышно в городе, ну знал город, что идет там драка великая. Куликово поле это символ для пророссийской части Одессы того времени. Большая часть этих людей, это люди достаточно возрастные, там молодежь была, но молодежи маловато. Это в основном сочувствующие пенсионеры, люди из Советского Союза, некоторые из них наиболее сумасшедшие, они значит, поэтому этот символ защищают. У них рассылка была, смс-рассылка в случае чего, это на 5 тысяч человек. Ну из этих 5 тысяч пришло вот эти вот там 300. Из этих 348, значит, получили это самое. В том числе туда прибежали люди, которые участвовали в побоищах, вот как этот Кушнарев, по-моему, который участвовал в побоище, вот из этой группы 200 человек. Да, 200 человек, да. Вот, то есть это символ, символ такой русского сопротивления, его надо защищать, оборонять, Куликово поле, вот так они рассуждали. Но по тактике, по стратегии, по тактике, по-моему, военной, конечно, надо уходить, а не сосредотачиваться, если на тебя идет толпа, там сохранить, не знаю, что-то передислоцироваться, но они там же не рассуждали такими категориями, и кто знал, что это закончится именно так. Ну, вот, надо было взять оборону и все такое. Но путинская пропаганда в этом отношении сработала не на украинское, скорее, население, а, конечно, на российское. Это все скармливается именно в России для того, чтобы мобилизовать собственную власть. Единственное, что я могу сказать точно, что в Одессе после этого все, кто до этого ходил на ежедневный, там были бы на протяжении двух или трех месяцев были ежевоскресные митинги. Все, кто ходил на ежевоскресные митинги, связанные с пророссийской ориентацией, все спрятались. Все прекратилось. Город вымер. Я помню город 3 мая. Это как... Ну, это как... Я такого не видел. То есть пустой, просто вот, так сказать, не только птицы летают, да. И все. И это, конечно, произвело шокирующее впечатление. На тех, кто... Ну, хоть как-то... Во-первых, многие избежали в результате. Из пророссийского имеется в виду. Начали, естественно, работа из БУ, там, все такое, потому что нельзя на такое реагировать. И это во многом ситуацию... Ну, знаете, как пружина закручивалась до этого, и вот она на втором... Во 2 мая она просто... Лопнула, лопнула. Лопнула, лопнула. И после этого все. Стало, так сказать, тихо. И оставалось до 24 февраля. Еще один практический вопрос. Было много, в интернетах писали, что люди погибли не столько от пожара и даже не от удушения угарными газами, продуктами сгорания, а что там были на верхних этажах, ну, как всегда, коммерческие какие-то конторки, и там были какие-то просто склады какой-то бытовой химии, но коммерческий склад, и вот какая-то гадость бахнула. Это подтвердилось если это не подтвердилось? Это не подтвердилось. Тогдашняя власть, значит, милиция, ну, там была создана прокуратура, прокурорская группа, ну, по-моему, генеральной прокуратуры, но, в общем, реальные и активные всех занимались и сбором улик, и сельскими показаниями, в основном события. Вот эта вот группа активистов 2 мая, о которой я говорил. В частности, в нее входил такой человек, как, по-моему, Саркисян Сергей, по-моему. Он судмедэксперт, с патологом судмедэксперт со всеми делами. Один из известнейших в Одессе и активистов, и так далее. Все это дело изучалось в том числе, ну, скажем так, доступ к телам по мере возможности у него был, но уж там, что говорить, у каких-то профессиональных, официальных, я бы так говорю, официальных исследованиях нет, но под свои, так сказать, давайте выразим скорректно, ощущения или впечатления, он озвучил в этой резолюции группы 2 мая. Ничего, что связано было бы с газами, с какими-то повреждениями, то есть добиванием, убийствами, расстрелами внутри, там были такие слухи, ничего подобного, заносительно, не было. Максимально. Понятно. Да, 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 совершенно верно. Мы уже в эфире час, нам остается, а, поблагодарить Андрея Васильевича за исключительно содержательный, информативно насыщенный рассказ. Огромное вам спасибо, Андрей Васильевич. Более того, я имею нахальство, надеяться, что я вас еще позову, и вы в следующие несколько дней нам тоже сможете что-то рассказать, что происходит в Одессе. Значит, вам огромное спасибо. Прежде чем я скажу спасибо всем зрителям, маленькое замечание. Сегодня я зашел к себе в Приватбанк и обнаружил там кучу каких-то донатов. Ну, я их, естественно, тут же отправил, куда положено, в фонд гуманитарной помощи украинцам. Шановные друзья, ну, это смешно. Ну, это смешно. Я сижу абсолютно доволен. У меня корма полно, у попугайчиков корма полно. Ничего мне присылать, конечно, не надо. Спасибо вам. Там есть счет. Мы еще раз его продублируем. Этот самый расчетный счет, куда можно присылать ваши гривны для помощи тем, кто реально нуждается. Однако, однако, если вы считаете, что то, что мы делаем на этом канале вот в эти дни, во время войны, если вы считаете, что это полезно хоть в какой-то степени для Украины, то помогите. Не надо присылать деньги. Денег, все нормально. Помогите, ну, вы понимаете, чем. Ссылки. Показывайте это своим людям. Особенно я-то обращаюсь с тем, кто в России, тем, кто живет в этом дурмане, чудовищном дурмане зомбирования. Помогите этим. Сделайте так, чтобы ту информацию, которая вот нам сегодня была предоставлена, еще раз повторяю, профессор, доктор исторических наук, ректор университета педагогического Андрей Васильевич, чтобы эта информация дошла до, возможно, большего количества людей. Если хотя бы у кого-то щелкнет в голове, и он поймет, что не надо идти в Украину, что здесь их никто не ждет, скорее наоборот, если он не будет убивать, и его тоже не убьют, это и самое главное и полезное, для чего мы работаем. Всем огромное спасибо. Андрей Васильевич, спасибо вам. Всего доброго. Будем работать дальше. Держимся. Всего доброго. Держимся. Субтитры создавал DimaTorzok